Дорогие коллеги, добрый день. Вас приветствует брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Василий Евдокиенко, рядом со мной Дмитрий Шигардин. И мы начинаем видеобрифинг 5 o'clock, на котором в течение ближайших 20 минут или около того постараемся подвести предварительные итоги сегодняшнего дня и встретить вместе с вами торги в Соединенных, открытие торгов в Соединенных Штатах. Итак, напоминаю, что 5 o'clock это четвертый из видеобрифингов, которые мы подготовили для вас сегодня и завтра будем работать в том же боевом режиме в 945 эспрессо. В 11 часов Елена Беляева расскажет о своем взгляде на текущую ситуацию с точки зрения технического анализа. В 12 часов видеобрифинг в шеш и в 17.00 будем подводить итоги четверга. Вот такие у нас ближайшие планы, а сейчас самое время переходить к терминалу Bloomberg. Дмитрий, тебе слово, давай посмотрим, куда у нас движутся рынки. Дмитрий? Дмитрий, Дмитрий, не знаю, сейчас постараемся, потому что я не передал тебе микрофон, все просто. Всем добрый вечер. Итак, давайте перейдем к торгам, которые сейчас проходят у нас в Европе. Европа у нас продолжает снижаться, снижение на 0,9% по фондовому индикатору 50 крупнейших компаний европейских. Здесь мы видим следующую внутридневную динамику по секторам, соответственно, хуже рынка себя чувствует финансовый сектор, сектор промышленных компаний. Нефть, газ держится в легком плюсе, и высокотехнологичные компании у нас, в общем-то, в плюсе тоже держатся. Среди финансового сектора, соответственно, опять обращаемся к банкам. Я напомню, что сегодня французские банки в очередной раз под серьезным давлением были, но здесь отмечаю неплохую динамику в акции BNP и Sucita General. Сегодня эти бумаги падали по 3% терялись, сейчас мы видим уже почти в плюс вырезы. В общем-то, неплохо здесь. Ситуация несколько стабилизировалась, и, в общем, на определенные положительные моменты это навеивает. Некоторые фичерсы на американские индексы у нас снижаются, к сожалению, вот уже в плюс выбираются. В общем, на грани балансируют. Здесь внутренний картинка следующим образом, по фичерсу на индекс S&P 500. Соответственно, был определенный завал у нас с 15 часов по московскому времени, но затем где-то с 16 часов отправились, и сейчас к 5 часам по Москве пытаются выбраться вверх перед открытием торгов в США. Соответственно, я напомню, что торги в Америке начинаются в 17.30 по московскому времени. Рынок довольно спокойно себя ведет. В общем-то, это нами сегодня и ожидалось. К тому есть определенные причины, а не чуть позже. На рынке нефти динамика положительная по бренду, отрицательная по WTI. Золото, соответственно, у нас сегодня встало на уровне 1800 долларов за тройскую функцию. Здесь легкое снижение, и, соответственно, это легкое снижение по золоту. Мне лично говорит о том, что, по всей видимости, доллар растет сегодня против всех основных валют. Ну, в общем-то, да, вот, по всей видимости, доллар сейчас является самым защитным активом. В предыдущем, соответственно, снижении котировок на фондовых рынках даже золота не пользуются спросом. Единственная иена сегодня в легком плюсе против американской валюты, против евро. Евро сегодня обновило свой исторический минимум против американской валюты. Евро мы видим в минусе на 0,2% текущей котировки 1,3670. И, соответственно, предлагаю посмотреть на график по евро, евро-доллару по этой валютной паре, которая является основной, самой торгуемой на рынке валютным. Ну, соответственно, и здесь внутридневная картинка следующим образом выглядит. Начинали день, соответственно, в таком легком плюсе, легком минусе. Дали сильный провал до 12 часов, отскок, снова провал до 16. И сейчас мы видим некое восходящее движение по единой европейской валюте. Здесь, в общем-то, все вроде как отскакивает, все неплохо перед открытием торгов в Америке. И по дням картинка следующая, соответственно, по евре. Здесь некое подобие рисуется, возможно, двойного вводна, если это можно так окрестить. Соответственно, вот такую линию поддержки мы рисовали по единой европейской валюте. Ранее канал выглядел таким образом, соответственно, пробили вниз. И, соответственно, пытаемся что-то нарисовать подобием. Возможно, конечно, подобие двойной вершинки. Пока поставим вопрос. Я считаю, что евро все-таки в ближайшей перспективе, по всей видимости, будет находиться, продолжать находиться под давлением. Поэтому я текущий рост пока не воспринимаю как некое серьезное восходящее движение. Лишь какую-то коррекцию. Экономический календарь на сегодняшний день нам говорит о следующем. 18 часов по московскому времени важные данные по рынку жилья, американскому продажу на вторичном рынке. Но, соответственно, рынок сконцентрируется на времени 22.15 по Москве. Здесь в это время будет уступать Бенджамин Бернанке. Бенджамин Шалом Бернанке, если уж на то пошло. Соответственно, будет в прямом эфире говорить о результатах двухдневного совещания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Соответственно, этого заседания все ждут. Мне понравилось сегодня выражение на сайте ZeroHedge. Павловск, в общем, как по обловиам паблик, да, то есть публика Павлова. То есть, да, все ждут, вырабатывая определенный рефлекс, соответственно, на это заседание. Все чего-то ждут. И это что-то случится сегодня. Активно, активно выделяют слюну. Да, активно выделяют слюну, соответственно. И чего-то ждут. Посмотрим, что по факту будет. Я напомню, три варианта, соответственно, политики Федеризера сейчас рассматриваются. 75% считают, что будет приложена операция ТВИС, так называемая. Эта операция проводилась, соответственно, в 60-х годах, 60-х по 65-х годах. Соответственно, мы вчера подробно в Пайпл-клоке обсуждали, что к чему это может привести. Это перекладывание из бумаг с короткой дюрацией трежер, да, соответственно, бумаги долгосрочные, без изменения, соответственно, структуры и баланса Федрезерва, который сейчас держит максимальное количество, соответственно, американского долга на своем балансе. Далее, соответственно, предполагается, что будет понижена с 0,25 до 0,1 резервы ставка по резервам банков на счетах ФРС. И третий вариант, который менее всего сейчас рассматривается аналитиками, это, соответственно, у нас новый раунд количественного смещения. Что примет Бен Бернадки, посмотрим. Тут вопросов очень много, но сегодня в 22.15 это будет, соответственно, нам рассказано про это, и будем ждать реакции рынков. До этого, соответственно, я бы не рекомендовал открывать какие-то позиции, вообще находиться вне рынка, потому что я считаю, что если ФРС пойдет на операцию Твист, это самым серьезным образом скажется на росте доллара, и, соответственно, рост доллара приведет к тому, что активы, соответственно, недолларовые, то есть активы различных фондовых, на фондовых рынках акций, соответственно, и высокорисковых всех активов будут падать. Мы посмотрим, как все сложится. Все зависит от размера этой программы. Финансовый сектор в России в легком плюсе держится, нефтегазовый сектор хуже всех сегодня в России торгуется. По бумагам давайте посмотрим, здесь динамика следующая. У нас мы видим ГМК Нарийский Никель, вросы в плюс на процент СБЕР в легком плюсе, ВТБ в легком минусе. В общем-то, динамика, честно говоря, негативная. Урал-Калий нас сегодня совсем не радует, минус 2%, хотя вчера очень сильно подрастал. Опять-таки, непонятно на чем бы носили бумагу, но сегодня мы видим, что здесь активизируется распродажа. Так, в общем-то, в целом по рынку динамика довольно-таки спокойная. Наконец-то нам выдался относительно низковолатильный день по всему спектру рынка, но это прежде всего связано с заседанием ФРС, точнее, итогами этого заседания, которое мы сегодня, в общем-то, получим. И взглянем на термоторговый фиг, соответственно, здесь мы видим, что динамика ближе к открытию, соответственно, торгов США. У нас меняется в сторону, ну, чуть-чуть положительно. Мы отскочили от отметки 15.10 сегодня днем и попытались подрасти, но эти попытки, как мы видим, довольно-таки робкие. Ну, по крайней мере, волатильности той, которую мы обычно наблюдаем в течение дня, внутри дня, мы сегодня, в общем-то, не видим. И это радует. Будем надеяться, что Бенбернадский нам действительно даст какой-то ответ по поводу дальнейшего, соответственно, развития ситуации на фондовых рынках. Поэтому дело так обстоит. Василий, я тебе слово передам. Давай обсудим такую ситуацию, что ты думаешь по этому поводу вообще, и что нам ждать от сегодняшнего закрытия торгов. И вообще, завтрашнего дня, может, сделаем какие-то ставки, попытаем звук. Я бы сказал, чего бы я не ожидал от сегодняшнего дня, я бы не ожидал чуда от ФРС. Дело в том, что, да, действительно, у нас есть представление, наверное, о том, что ФРС должна сделать какой-то сильный ход, но, судя по всему, сильных решений у нее не осталось. То есть, да, и операция ТВИСТ, и понижение ставок по депозитам, которые банки хранят в Федеральной резервной системе. Другие шаги – это все-таки скорее технические вещи, которые влияют больше на финансовый рынок, и трансмиссия на реальную экономику здесь не проглядывается. А главная проблема сейчас в охлаждении реальной экономики. То есть, сейчас нужны американской, сейчас вот власти американских нужны шаги, которые были бы направлены на поддержание конъюнктуры в промышленности, в обрабатывающих производствах, в малом и среднем бизнесе, который создает рабочие места. То есть, меры направлены на создание рабочих мест, плюс какие-то меры на поддержание или исправление ситуации на рынке недвижимости. Пока таких решений нет, и эти решения должны прийти не от Федеральной резервной системы, а из администрации. Собственно, сейчас начинается торг вокруг этих мер между республиканцами и демократами, и, соответственно, поэтому Федеральная резервная система не может дать внятный ответ, эффективный ответ на те вызовы, которые стоят перед американской экономикой. Вот такой, я чеканю, вывод в текущей ситуации. Поэтому, что бы ни сказала Федеральная резервная система, сегодня динамику торгов на ближайшей неделе это не определит. Сегодня мы можем позитивно или негативно отреагировать на какие-то нюансы в речи Бернанке, но эта реакция не будет сильной. И, скорее всего, мы продолжим оставаться, ну как минимум, в боковом движении, таком вялом. А вообще, ухудшающаяся макроэкономическая ситуация в Америке по-хорошему предполагает, скорее, движение вниз к новым, к обновлению минимумов. Плюс, я напомню, что у нас начинается сезон корпоративной отчетности. Кстати, вот по этому поводу можно сейчас поговорить, взглянуть на расписание того, как отчитываются компании. И этот сезон корпоративной отчетности может добавить негативных красок в палитру, да, в которой пишется сейчас картина рынка. Вот такими стихами я бы... Да, давай, Василий, действительно, про отчетность поговорим. Мы вчера упоминали про то, что у нас две важные компании считываются в эти дни, ну и, соответственно, там сезон будет продолжаться. Я сейчас пока настрою... Спасибо. 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 Спасибо.